Валерий Алексеевич, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Вы у нас в гостях с книгами. И вот что они означают, для кого они предназначены? Первая книга, которую я хотел вам показать, это «Инженерная химия на железнодорожном транспорте» авторы Зубрев, Журавлёва и Пашинин. Она предназначена для специалистов, для бакалавров, работающих в области железнодорожного транспорта. Здесь вначале расписываются все законы химии, которые нужно использовать при изучении химии. Потом большие разделы очень посвящены электрохимическим методам анализа, различным загрязнителям, которые встречаются на объектах железнодорожного транспорта. Это твёрдые загрязнители, жидкие загрязнители. Рассматриваются полимерные материалы и различные виды отходов с точки зрения экологии. Для кого нужны вот такие знания? Эти знания нужны нам всем. Потому что в последнее время поражает неграмотность людей в области химии. Вот на машине зимой заезжаете в гараж, когда холодно, закрываются ворота. И чтобы согреться, неграмотно не выключают двигатель. При этом при неполном сгорании бензина образуется окис углерода. Повышенное содержание окис углерода – это сильный яд. Человек засыпает, если его не вывезти из этого помещения, то, так сказать, печальные исходы. И таких случаев очень много можно привести. То есть в этой книге всё объясняется. Она ещё помогает студентам для сдачи экзаменов, я так понимаю. Это сдача экзамена. Тут, в принципе, объём достаточен для специалистов, для бакалавров, чтобы полностью изучить и, так сказать, на современном уровне потом сдать эти все материалы. Валерий Алексеевич, а как считаете, преподавателям нужна вот такая книга? Я считаю, что нужна. Значит, эта книга получила у нас две грамоты. Руководство МОРЖД, которое тоже, в принципе, у нас есть. Она выпущена как раз в издательстве ОРЖД. Ну, пока где-то в районе 300 экземпляров. — Сколько лет работали над книгой? — Ну, над книгой работал коллектив примерно 3-4 года. — А, 3-4 года. — Да. — Что ещё? Какие вот ещё есть? Рядом лежит книга. — Ну, вот рядом с ним книга уже, так сказать, более меньшего объёма. Эта книга выпущена уже у нас в университете. Если эта книга... Может будут работать специалисты, бакалавры. Интересно, значит, она и аспирантам, которые работают в области техносферной безопасности. Эта книга более простенькая такая. Неорганические и органические соединения загрязняющих веществ. Она может быть пригодна бакалаврам для обучения химии. В электронном виде она у нас есть, и примерно 20-30 экземпляров её выпущено у нас в таком вот готовом виде. — Валерий Алексеевич, отражаете ли Вы вопросы экологии в своих книгах? — В первую очередь, да. Я вот работаю на кафедре химии и инженерной экологии. Поэтому в первую очередь мы обращаем внимание вот в вопросы экологии, обнаружение загрязнений и борьба с этими загрязнениями, и выявление этих загрязнений, как их определить. — То есть такая некая структура есть, как определить, как выявить, как бороться. — Как вам бороться? Использовать технологии малозагрязняющие. — Вообще сейчас идёт такой разговор, что экология — это как бы нужно поддерживать. Не то что там бороться с катастрофами или с происшествиями, а экологию нужно поддерживать постоянно. Как Вы считаете? — Безусловно. Сейчас и правительство наше уделяет большое внимание, и специалисты все, то, чтобы предотвратить эти происшествия, чрезвычайные катастрофы за счёт соблюдения точного технологического регламента. Вот я, например, в 1986 году с 29 мая по 29 июля участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Первый месяц непосредственно мы работали на самой станции, контролировали степень дезактивации первого и второго энергоблока. А потом я в течение двух недель летал над четвёртым энергоблоком, определял, идут ли выбросы из реактора или не идут. И пролетал над самим реактором, чтобы определить максимальный уровень радиации, который даёт реактор. Летали мы на вертолёте Ми-8. Когда мы пролетали над Сформом, там, конечно, стрелка прибора зашкалила. Там намного больше было. — Тем не менее, Валерий Алексеевич, железнодорожный транспорт, он признан один из самых экологичных. Но понятно, что и в железнодорожной отрасли есть какие направления нужно брать и развивать с точки зрения экологии. На Ваш взгляд, на взгляд профессионала, какие экологические проблемы есть у железной дороги? — Ну, конечно, паровозов сейчас уже практически нет. В основном так тепловозы и электровозы. Ну, конечно, тепловозы определённые загрязнения дают. И сейчас разрабатываются новые виды тепловозов с использованием новых видов топлива. В частности, топливные элементы различные используются, где в качестве источников энергии реакция водорода с кислородом. Но тут проблема в том, чтобы обеспечить безопасность этого процесса. — В Германию же ходит такой состав на водороде. — Да-да-да. Дело в том, что водород, два объёма водорода, один объём кислорода дают гремучую смесь. Если утечка будет, то взрыв может произойти. Вот он уже обеспечит безопасное хранение этого водорода. И учёные сейчас работают, опытные образцы у нас уже в России есть соответствующих. В космосе уже давно используются такие аппараты, которые дают и энергию, и в качестве выброса идёт обычная вода. — С водородом только нужно осторожно в плане хранения и использования, да? — В плане хранения, обеспечения безопасности его, да. — Ну, за каким топливом вообще будущее, как вы думаете? — Что касается топлива, конечно, сейчас очень во всём мире учёные работают о том, чтобы обуздать термоядерную энергию. Значит, ну, термоядерную энергию, вы представляете, если на атомных электростанциях распадается уран 200, а тяжёлые изотопы на более лёгкие изотопы, то на Солнце осуществляется реакция термоядерного синтеза. То есть из лёгких изотопов водорода получается дейтерий и тритий. И при этом энергия выделяется в миллионы раз больше, чем на атомных электростанциях. Но пока у нас в сегодняшний день только какие-то доли секунды человечество может удержать реакцию термоядерного синтеза, потому что там развиваются температуры миллионы градусов и давление очень большое. Но учёные работают из всего мира. Может быть, или в этом столетии, или, может, в следующем столетии всё-таки удастся решить эту проблему. Тогда мы будем обеспечены практически неисчерпаемыми источниками энергии. А из чего берётся эта энергия термоядерного синтеза? Температура очень большая, давление очень большое, поэтому надо создать очень мощную магнитную ловушку, чтобы удержать плазменное состояние вещества. А что вы думаете по поводу развития железных дорог в Японии? Там уже летают на огромных скоростях, на магнитных подушках. Как к этому относитесь? Ну, конечно, надо развивать, безусловно, и нам такие технологии. Тут очень большое значение играет ещё материалы. Шире нужно использовать нанотехнологии, которые позволяют получить стали с высоким качеством. К сожалению, у нас доходит состав от Москвы, предположим, до Владивостока, после этого надо менять колёсные пары. Валерий Алексеевич, сколько лет вы уже занимаетесь научной работой? Ну, практически. Я закончил военную академию химической защиты в 1973 году и сразу же, до настоящего времени продолжаю заниматься научной работой. А вам вот до сих пор интересна эта тема? Безусловно. То есть всегда находите интерес? Да. А ваши студенты вам помогают? Безусловно, безусловно. Ребята есть хорошие, кто-то не меня готовит. Реферат по термоядерной реакции готовили, по ковиду готовили информацию, собирали информацию по ковиду. Валерий Алексеевич, а молодёжь сегодня, она какая, с вашей точки зрения? Вот ваши студенты? Все ругают молодёжь? Ну, наверное, так принято? Ну, естественно, разные, конечно, разные бывают. Но основная масса хорошие ребята. Хотя жизнь, конечно, сейчас и непростая для них. Если раньше на студенческой ступенде можно было прожить, сейчас уже на неё не проживёшь, многие там приходят, приходится подрабатывать, если родители не помогают. Ну, работайте хорошо. Валерий Алексеевич, спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова